На космодроме Байконур идет подготовка к запуску космического аппарата «Экспресс-АМ-6». Телекоммуникационный спутник создан в Железногорске, в Красноярском крае, на предприятии информационной спутниковой системы имени Академика Решетнева. Предназначен спутник для цифрового телевидения, телефонии и доступа в интернет. Услугами «Экспресса» смогут воспользоваться жители Европейской части России, Западной Сибири, стран Центральной Европы и Ближнего Востока. Планируется, что «Экспресс» будет работать в космосе 15 лет. На орбиту спутник выведет ракета-носитель «Протон-М». Старт назначен на 21 октября. Конца этой недели многие ученые ждут с нетерпением. Все дело в том, что комета с названием «Сайдинг Спринг» приблизится к Марсу. По первому прогнозу показалось, что она врежется в Марс. Вот это, конечно, сенсация. Мы видели, как комета врезается в Юпитер, а теперь можем посмотреть на Марс. Потом уточнили, оказывается, нет, не врежется. Пройдет близко, но мимо Марса. Порядка 135 тысяч километров, четверть расстояния между Землей и Луной. Где-то вот так вот. И столкновение с массой, условно говоря, маловероятно или ничтожно. Опасения ученых были вызваны тем, что сегодня на орбите Красной планеты работают несколько научных аппаратов землян. Но во время прохождения кометы они будут находиться с обратной стороны Марса, защищаясь от шлейфа кометных частиц, хвостатой гостья. Самое плохое, что может возникнуть, может возникнуть коротковременные перебои со связью. Потому что если там действительно плазминоблака образуется, то она связь попортит. Российский астроном, первооткрыватель новых комет Леонид Еленин сделал неожиданный подарок известному российскому хоккеисту форварду Александру Овечкину, назвав его именем астероид. Открытие Еленин сделал еще в 2009 году. Однако только сейчас космическому объекту было официально присвоено имя 257-261 Овечкин. Это не первый мой астрой, который я предложил имя, его назвали именем. Первый это был в честь моего родного города Люберса. Второй в честь командира русских витязей, который погиб на тренировке перед Максом, авиасалоном. И вот третий астрой Товечкин. Он сейчас капитан нашей сборной по хоккею. Я увлекаюсь хоккеем. Я считаю, что в России это, возможно, спорт номер один. Много положительных эмоций наша сборная в основном доставляет. Ну, в принципе, я хотел назвать это по итогам Олимпийских игр, но там не получилось. Но хорошо провела чемпионат мира. И вообще мне импонирует гражданская позиция Овечкина. Мне кажется, он достойен этого. Астероид не опасный, астероид главного пояса, астероид стабильный. Так что будет вращаться еще вокруг солнца сотни миллионов лет. Ученые НАСА решили воплотить в жизнь прием из фантастических фильмов. Астронавты на время межпланетного полета погружаются в анабиоз. Пока ученые проводят исследование самой возможности таких путешествий с доступными технологиями. Однако опыта по замораживанию живых организмов с последующей разморозкой больше, чем на неделю, нет. Погружение в сон с самого начала полета не только сократило бы расход ресурсов, но и избавило космонавтов от психологических проблем, связанных с долгим пребыванием в замкнутом пространстве. Луна вновь в приоритете космической науки. В Роскосмосе разработана программа по освоению нашего спутника. Луна должна стать форпостом для дальнейших полетов к другим планетам. О прошлом, настоящем и будущем освоения Луны смотрите в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в эти выходные. Субтитры создавал DimaTorzok